Выпил и сел за руль. Иногда при этом даже забыл водительское удостоверение или вовсе никогда прав на вождение автомобиля не получал. А потом стал одним из виновников печальной статистики. Или превысил, обогнал, спровоцировал ДТП. Такие ситуации на дорогах – реальная проблема, с которой активно борются сотрудники ГАИ. Наши корреспонденты отправились в рейд с экипажем госавтоинспекции. За шесть месяцев этого года в Гомельской области задержаны более полутора тысяч водителей в нетрезвом виде. Свыше трехсот из них в Гомеле. Еще почти четыре с половиной тысячи передвигались на авто без прав. По вине пьяных с начала этого года произошло 17 ДТП, в которых шесть человек погибли и 17 получили травмы. К сожалению, от пьяного водителя не застрахован никто. Под колесами его автомобиля может оказаться и взрослый, и ребенок. Один из недавних примеров. В мае мужчина с признаками алкогольного опьянения совершил ДТП, в котором серьезные травмы получил невиновный водитель. Нарушитель выехал на встречку и столкнулся с Маздой. Виновник получил легкие травмы, а вот водитель японского автомобиля попал в реанимацию. Чтобы извлечь его из покореженного авто, спасателям пришлось воспользоваться гидравлическим инструментом. А бывает, когда лихач пьяный, да еще и без прав. Например, в Брагинском районе водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, в результате чего съехал на обочину и врезался в деревянное ограждение. Мужчина и пассажир были госпитализированы в районную больницу, где водитель скончался от полученных травм. Госавтоинспекция напоминает о том, что управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а также отказ от прохождения освидетельствования влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин, с лишением права управления сроком на 3 года. В случае повторного нарушения в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, в отношении такого лица будет возбуждено уголовное дело по статье 317 прим Уголовного кодекса Республики Беларусь. Кроме того, транспортное средство, на котором было совершено данное преступление, будет подлежать специальной конфискации, независимо от права собственности. С целью профилактики сотрудники ГАИ проводят различные мероприятия и рейды. В один из таких мы отправились вместе с экипажем. Патрулируем на объездной. Здесь допустимая скорость 60 км в час. Как только выставляем радар, он фиксирует нарушение. 87 км в час. Женщину за рулем останавливают. Приходится пройти стандартные процедуры. Проверка документов, поиск по базе. Автоледи Volkswagen на нарушение никогда не имела. Женщине выписывают минимальный штраф. Едем дальше. В дороге сотрудники ГАИ рассказывают, что обращают внимание на скорость, документы, на состояние машины и, конечно же, водителя. Когда выписывают штраф, реакция у автолюбителей разная. Одни ругаются, другие плачут, а третьи спокойно воспринимают ситуацию. Проходит еще пара минут, и радар фиксирует скорость. 136 км в час. В два раза больше допустимой. Владелец Ауди быстро скрывается из виду. Пять минут следования за ним, и его догоняют. Тормозит мужчина не сразу. На первое требование не реагирует. Проверка документов – все в порядке. Сотрудник ГАИ задает логичный вопрос. Почему нарушали? Водитель сразу соглашается, что виноват, а после добавляет – обгонял и превысил скорость. Мол, ездят так все, а попался только он. За превышение скорости более чем на 30 км в час ему выписывают штраф в три базовые величины. Если в течение года он нарушит повторно, его лишат прав. Кстати, иногда водители сетуют, мол, спешили и забыли дома права. Такой номер с сотрудниками ГАИ не проходит. Управление транспортным средством, не имея на то права, а также передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, влекут административную ответственность в виде наложения штрафа от 5 до 20 базовых величин. В случае повторного управления транспортным средством в течение года, не имея на то специального права, штраф составит от 20 до 50 базовых величин и административный арест. Если вам известно, что человек управляет машиной, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также не имеет прав, ГАИ просит сообщать по телефону 102. Вероника Конюкова, Евгений Макеенко. Специально для программы «Дефакто».